Привет, ребята! Сегодня будет обзор самоделки моей и Константина Тихомирова на тему ниндзя, подготовленную специально к выставке в нашем музее, к выставке ниндзяга. Давайте посмотрим вот это работа. Общий размер модели. Модель большая, реально получается 6 пластин вот здесь вот в длину. 4, раз, два, три, четыре в глубину, и там еще вот один кусочек, ну в данном случае мы его особо не прорабатывали, он просто забит, чтобы мест не было. Получается даже 5. Ну по факту 6 на 4, плюс небольшой кусочек. Основа это храм, большой красный храм. Когда я его строил, ну опирался на реально существующие храмы, храм Хайян в Киото, в Японии. Сирианинский храм, не буддийский. Это одна из его башен. На самом деле храмовый комплекс, он реально огромный. Там должно быть две таких башни, куча коридоров, посередине огромное здание, вход, еще два здания. В общем, огромная штука, ее практически нереально будет сделать. Но вот в данном случае я попробовал сделать его вот таким, насколько он может быть. 4 маленьких башенки и одна большая посередине. Мне очень нравится такой вот вариант постройки крыш без всяких заморочек, просто пластинами. Мне кажется, это как-то более легово, что ли. Я даже не знаю, как назвать. То ли больше конструкторов напоминает, чем всякие выпендрежи. Хотя вот верхнюю крышу я сделал из круглых кубиков. В идеале, возможно, весь храм, всю крышу можно было делать из таких. У меня их кончилось. Сюда-то ушло пару сотен. Балки. Все сделано как должно быть. Так, это варфот основный. Снизу постарался сделать красный, как это не потолок, в общем, красную нижнюю часть крыши, как оно должно быть. И пара вот таких переходов, которые, в принципе, также должны заканчиваться постройками. Перед храмом стоят несколько отрядов. Здесь обычные синие ниндзя. Спереди фонтан. Фонтан чищения. Перед входом в храм каждый должен пройти процедуру очищения. Можете почитать, но там руки надо помыть одну, другую немного пригубить, в общем, чтобы входить чистым в храм. И дальше несколько армий самураев, всяких разных. Ну, в общем, все, что было с мини-фигурками, все сюда в буху. И лоид из какого-то набора. Также пригодились синие листочки, цветочки, цветочки, листочки. Сакура интересно сделанная, правда, достаточно хлипкая. Все это немножко разваливается. И небольшой парк. Парк разных по виду деревьев. Небольшая речушка с мостиком. Да-да, здесь есть ежик. Водопадик, и вот, в общем, куда-то, куда уходит. Вот этот домик вы видели, обзор отдельный. Здесь Сенсей Ву напрягает, в общем, своего ученика. Горка, на которой так же дерево растет. Если посмотреть дальше, там коров пасут, причал. В принципе, сюда, может быть, еще построим какой-нибудь корабль, построить небольшой. Дерево, рисовое поле. Еще одна часть. Я его просто строил как вот. Надеем тут дверки у нее, по-моему, закрываются. А я ее, насколько я помню. В общем, дверки открываются, закрываются. Цветочек свернул. Ну, сделан, в общем, в стиле с основным храмом. Это уже постройки Кости. Беседка. Тут небольшое сражение со змеюками. Далее еще один домик. Также водопадик. Это все Костя встроил. Дерево, мостик. И его храм. Пагодать сложно назвать. Тут пристройки боковые. Еще один зеленый ниндзя. Это из набора с Lego Movie. И тут тоже цветочки. Всякие постройки, постройки, постройки. Ну, про свою постройку, если захотите, Костик вам больше расскажет. В общем, вот так вот это все выглядит. Я вам показал нашу работу, свои и Костя. На мой взгляд, вот лично для меня, это, ну, одна из самых лучших работ, которые я делал. Мне она действительно очень понравилась. Ушло у меня на это все три недели. Все мои красные детали, практически, ну, не практически, все черные пластины. Такая достаточно емкая по деталям работа. Хотя я хочу сделать полный комплекс храма. Можете загуглить. Храм Хайян, он реально огромен. На этом я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк, если вам это все понравилось. Приходите к нам в музей, в группу, вступайте на канал, подписывайтесь. До скорой встречи, ребята, и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова